Кот Все знают, что коты купаться не любят, и помывка может превратиться в настоящую кошачью драму. Кот будет душераздирающе орать, царапаться и врываться. Ни одна кошка с удовольствием не войдет в воду, чтобы насладиться банными процедурами. Все коты боятся воды и со стервенением пытаются из ванны выбраться. Потому животное нужно чаще заносить в ванную комнату, включать воду и приучать к звуку льющейся воды. Это надо делать чаще, чтобы кот не шарахался от ванной комнаты. Опускайте кота в сухую ванну. Если кот соберется убежать, не следует его останавливать. Повторять попытку необходимо до тех пор, пока кот не перестанет испытывать страх и дискомфорт от пребывания в ванне. Если ваш кот является обладателем роскошной длинной шерсти, то купать красавца можно раз в месяц. Самостоятельно справиться с поддержанием шерстного покрова в надлежащем виде длинношерстным животным трудно. Если же у кота короткая шерсть, то водные процедуры целесообразно проводить раз в два месяца. Мойте кота кошачьим шампунем. Кожный покров человека и кошки различаются по своему кислотно-щелочному балансу. В связи с этим наши обычные шампуни не подходят для мытья кошек. Их применение может привести к излишней сухости кожного покрова, появлению животных перхоти и зуда. У многих кошек развивается аллергия после применения человеческих моющих средств. Кошки испытывают гораздо больший страх при больших объемах, особенно в просторной гладкой ванне, где не за что уцепиться когтями. Поэтому кота лучше всего купать в тазу. Горячая вода? Да ни в коем случае, только чуть теплая. Горячая вода – это один из главных факторов, который может напугать вашего питомца. Для купания кота лучше всего надеть одежду с длинным рукавом, чтобы животное не поцарапало ваших рук. Моем кота традиционным способом. Купать кота предстоит в воде с моющим средством, лучше вдвоем. В глубокий тазик кладем полотенце. Это делается для того, чтобы кот мог уцепиться за что-то и чувствовать себя более комфортно, чем на гладкой поверхности. Теперь наливаем 15 см теплой воды. Зафиксировав руками все лапы кота, кладем его на бок. Он инстинктивно поднимет голову, так что вода в уши, рот и нос не попадет. Если вы решили искупать кота непосредственно в ванне, то не наливайте много воды. Не пугайте кота и не заставляйте его плавать. Кот должен уверенно стоять на дне и не трястись от страха. Кошки плавать конечно умеют, но категорически не любят этот вид спорта. Поэтому ваш кот должен чувствовать себя в безопасности и не переживать, что хозяин видимо решил его утопить. Если у вас акриловая ванна, животное может поцарапать и повредить ее поверхность. Кстати, помыть кота можно на табурете. Шерсть надо тщательно намочить. Можно поливать кота из ковша или кувшина. Особенно следите за тем, что во время купания вода не налилась ему в уши. Поливая голову, накройте ее ладонью и аккуратно прижмите кошачьи ушки вниз. Нельзя мыть кота под прямыми струями воды из душа. Лейка душа, которая шипит, шумит и с напором выдает струи воды, может быть воспринята котом как опасное живое существо. Поэтому воду для ополаскивания заранее приготовьте в бедре и черпайте ее оттуда кружкой или ковшом. Намыливать кошачью шерсть нужно дважды. Хорошо, если помимо шампуня вы приобретете еще и кондиционер-ополаскиватель для кошачьей шерсти. После купания поместите кота в теплое место до полного высыхания. По крайней мере, им может стать диван или кресло. Проследите, чтобы он не удрал на пол, где будучи мокрым, не мудрено простудиться. Сушить кота феном можно ли в том случае, если он равнодушен к шуму электроприборов. Но чаще всего коты панически боятся таких ужасных вещей, как пылесос и фен. На этом я заканчиваю выпуск. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Черный Кот. До встречи в следующем выпуске.